Лабытнанская прокуратура взяла под надзор детский досуг. В данном случае речь идет о секции картинга. На днях прокурорские работники проверили, как и где педагоги Центра технического творчества обучают юных пилотов мастерству вождения машин. К проверяющим в форме присоединились представители управления образования и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. Центр технического творчества. Учебный класс. Здесь увлеченных мальчишек знакомят с устройством картов теории. Сегодня на занятия заглянул старший помощник прокурора. Ольге Петровой к ребятам, а именно их безопасности на трассе, возникло немало вопросов. Мор, скажите, как вы выезжаете? У вас четыре машины? Мне интересно, я не видела, как выезжаете. У нас две. Две машины. А кто вас выпускает? Ну вот... Роман Владимирович вытаскивает их на улицу, потом мы сами едем на поле. Артем Ступников в секции картинга новичок. Он занимается лишь пару месяцев. Этого времени ребенку хватило, чтобы прочувствовать весь азарт и адреналин от скорости. Я очень рада, когда я нажимаю на газ и рулю сам. Получается? Мне нравится. А у вас есть какая-то техника безопасности? Да. Ну вот расскажи. Шлем. Это отбойники на картинках. Егор Ищенко в команде картингистов один из опытных пилотов. За руль он сел 10 лет назад. Несмотря на внушительный опыт, юноша никогда не пренебрегает правилами безопасного поведения на трассе. Безопасность превыше всего, если техника неисправна. Ну, соответственно, все соревнования, какие бы они важными не были, нельзя выезжать на неисправной технике. Ну, это, наверное, девиз каждого картингиста. И полностью экипировка, огнезащитный костюм, шлем, перчатки. Прокурорская проверка одной беседой не ограничилась. Следующим пунктом надзорной программы стало посещение гаража. Где, собственно, начиная с 2010 года, ребята постигают азы вождения картов уже на практике. В приоритете контролера все та же детская безопасность, обеспечение которой целиком и полностью лежит на плечах спортивного наставника. Перед тем, как выехать на картодром, я им провожу инструктаж по технике безопасности каждый выезд. Когда мы выезжаем из секции, каждый выезд я провожу технику безопасности. Осматриваем технику, во-первых, чтобы эксплуатировать можно было. Осматриваем амуницию, чтобы не было, опять же, вот таких же сколов больших и всего остального. Чтобы дети были тепло одеты, потому что у нас, как бы, в основном упор идет на зимний картинг. Шлемы, защитные костюмы, медицинская аптечка и, собственно, сама техника. От прокурорского взора ничего не скрыть. Детскую гоночную амуницию взрослые проверили буквально по швам. Зашито. Ну, вот почему вы не списали этот кондензон? Вот сразу же забирайте и писайте. Сегодня мы смотрели все, что связано с амуницией детей. И понятно, что, наверное, нужно более тщательно обследовать и защитные костюмы, и шлемы. Не допускать наличия такой амуниции, в которой есть какие-то нарушения. Детский автоспорт – увлечение не из дешевых, зато весьма востребованных среди молодежи. ЦТТ старается обновлять материально-техническую базу. Это видно и по новым гоночным машинам, приобретенным в начале 2019 года. Кстати, уже совсем скоро у картингистов появится новая амуниция. В планах и расширение гаража. Эту идею руководитель центра и его команда задумали оформить социально значимый проект. Действительно прыгнуть выше головы и выиграть такой проект. Потому что дети, наверное, будущее наших детей – это самое главное. Да, конечно, надо стараться для детей все сделать. Это лишь перспектива. Пока же Центру технического творчества нужно провести работу над ошибками и как можно скорее устранить выявленные нарушения. В вопросах детской безопасности мелочей даже в виде зашитого костюма быть не может. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова